Вот уже пришли домой. Вовремя мы сходили погулять. Сейчас выглянуло уже солнышко. Так становится жарко. И сразу понятно, что денек будет такой очень-очень теплый. Очень-очень жаркий. И, конечно, гулять в прохладе намного приятнее, чем под палящим солнцем. И я хотела показать вам, что я же не удержалась и купила еще одну гортензию. Ну, розовую. И посадила ее сюда. Видите, вот здесь у меня голубая растет. А кустик мяты я подвязала ленточкой. Нашла зелененькую ленточку у себя. И подвязала. По-моему, выглядит очень симпатично. Правда, дочка мне сказала, что надо было розовую гортензию посадить вот сюда. Но я, в принципе, с ней согласна. Но у меня здесь растет мелисса. И ее пересаживать, это такое усилие надо делать. Если честно, у меня не было на это настроение. Я решила посадить ее сюда. Но, думаю, ничего страшного. Хорошо выглядит. А вот сюда, вот в освободившуюся ячейку, я посажу еще одно, один цветочек. У меня есть еще герань. И я ее туда посажу. Сейчас покажу вам, как я посадила другие цветочки герани, петунии. Да, кстати, посмотрите, как вырос мой фикус. Фиговое дерево. Смотрите, какое оно огромное стало. Вот. Не знаю, видно его или нет, как следует. Он у меня растет в горшке уже второй год. Перезимовала в сарае в темном. Вот один листочек у меня что-то. Его еще морозом прихватило. Не то, что его кто-то там съел. Мне так нравится оно. Я так ему радуюсь. Разговариваю с ним. Говорю, расти, мой хороший. Давай. Я хочу очень плоды твои увидеть. Вот. Тут я посадила розмарин, кустик. Ну, тут у меня все так засажено. Тут еще, смотрю, сорняки пролезли. Вот. Манжетка, хостел. А вот здесь вот я посадила. Видите, у меня здесь камешки такие стоят. И на них стоят горшки с цветами. Вот эти два я уже давно посадила. Тоже так красиво это выглядит. Вот вчера оборвала, конечно же. Обрезала все отсветшие цветочки. Освободила их. Тут после дождя особенно много было, знаете, засохших цветов. Выглядело очень неопрятно. А сейчас выглядит просто супер. Мне кажется. Сюда я посадила еще три петунии разноцветных. Смотрите, какие красивые. Вот эти очень красивые. Просто необыкновенная красота. Вот эти тоже и эти. Сюда посадила ампельные герани. Три штучки. Белка всегда со мной. И вот этот тоже у меня красивый. Вербена посередине. И мелкие петунии по краям. По-моему, вот эти петунии могут даже перезимовать. Тоже надо отсветшие цветочки обрывать обязательно. Вместе с семенной коробочкой обязательно. Просто я знаю, что некоторые думают, что достаточно вот так вот удалить. Вот этот вот цветочек. Нет. Надо именно вот эту семенную коробочку удалять. Чтобы все силы цветка уходили в цветы, а не на семена. Поэтому всегда удаляем полностью вместе с цветоножкой отсветший цветочек. Я это говорю, потому что на самом деле не все это знают. Мне даже писали в комментариях. Спасибо, что я об этом сказала. Что люди удаляли только цветочки. Думали, что этого достаточно. Белка, а ты что ешь? Не кормят тебя, не поят. Ну, пойдем с тобой открывать посылку с твоей едой. Раз тебя никто не кормит и не поят. Наша посылка. Белка тут как тут. О, Белка, тут как вот кручится вокруг меня. Так, сейчас мы откроем. Я, Белкин, тут. Посмотрим, что же там такое. Да, ты уже чувствуешь? Чувствуешь запах? Ты запах чувствуешь? Ааа, что же у нас тут в посылочке? О, потащила. Ей бы лишь бы игрушечку какую-нибудь найти. Вот у меня тут картошка стоит. Мешок картошки. Так. Посмотрим, что тут у нас есть хорошего. Ой, сколько тут всего. Ой, сколько всего. Ой, посмотри-ка. Еда всякая для тебя. Да. Правильно ты унюхала. Угу. Белка у нас что-то привередливая стала. Тот корм, который я заказывала, я перестала есть совершенно. Но зато тот корм стал есть Муся. Это вообще, конечно. Но я ее, конечно, не даю. Потому что все-таки корм для кошек и собак отличается по составу. Вот сейчас заказала несколько пробных мешков. Ну вот этот корм я уже заказывала. Она его более-менее ела хорошо. Консервы заказала еще. Вот такой вот корм для щенков. Такой вот корм для щенков. Для щенков таких маленьких, хорошеньких. И вот еще один такой. И заказала еще Юконуба. Мы раньше кормили собак. Всегда этим кормом. Вот. Не знаю, посмотрим. И консервы. И сейчас будем проводить пробу снимать. Будем пробу снимать. Да? Ой, как интересно. Ой, интересно, как в посылочке покопаться. Что же там такое? А, Муся спит тут в уголке. Да. И в ус не дует. Спит себе и себе и спит. Да? Ну, правильно. Умничка вы. Вот сначала открыла вот такой вот курица. И сладкий картофель, что ли. Получается. Сейчас посмотрим. А, уже нос засовываешь туда. Ну-ка, посмотрим. Подожди. 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 Я же хочу показать. Будешь ты кушать? Ага. Будешь. Куда ты денешься? Правильно. Ой, вкуснятина какая. Ой, вкуснятина. О. Ну. Засовывай нос. Еще парочку. Это какие-то жевательные. Знаете, они не твердые. Они какие-то как резиночки. Ну, то есть мягкий какой-то. Мягкий, сухой, мягкий корм. Интересно, правда? Ну, вот ей понравился. Вот такая вот у нас миска. Да? Ой, как мы смотрим. Ой, как мы смотрим. А что дадут? А что дадут? Какую вкусняшку. Да? Какую вкусняшку. Вот. Эту миску я покупала вообще для ласки. Давно уже. Но после нескольких месяцев. Правда, правда. Я вас не обманываю. Несколько месяцев она привыкала к этой миске. Так и не привыкла. Так и не стала из нее есть. Вот. Поэтому по наследству она досталась белке. Вот. Я думала, что такая вот высокая миска очень хорошо будет для ласки, с ее лапами. Но, к сожалению, она ей не понравилась. Она ее боялась. Вот. Ну, а белки? Белки все равно. Ну, я думаю, белки с ее длинными лапами тоже такая мисочка. В самый раз. И вот новый корм нам понравился. Кушаем с удовольствием. Вообще, ребенок ест, готова есть целыми днями. Проглистована. Все в порядке с ней. Правда. Но аппетит такой, что просто нежеванно летит. Да. Такой вот аппетит у нас хороший. Растущий организм. Что вы хотите? Да? Растущий организм. Да? Такой вот хорошенький организм. Черненький. Холюсенький такой. Холюсенький. Обнюхивает. Есть ли еще что-нибудь? Нет? Все? Решили немножко нарвать ягоды с дочкой. О, Кристина. Кристина, скажи привет. Привет. Такие ягодки классные уже. Я сегодня утром, правда, уже рвала, ела много. Но можно еще нарвать и поесть. Я думаю, может испечь что-нибудь. Хотя лучше так, наверное, кушать. Буквально сорвешь несколько ягодок. Уже целая, смотрите, целая ладонь. Целая горсть. Ну так еще много коричневых ягодок. Еще не до конца созрели. Надо, наверное, нижние в основном срывать. Потому что может какое-нибудь зверье прийти и все тут скушать. Кстати, ягодки так быстро опадают. Не знаю, что такое. Почему даже неспелые падают на землю. Безобразие. Очень легко рвутся. Давай, я сложу тебя. Сейчас нарвем. Сядем. Ой, кто это летает? Сядем. Кофейку попьем. Кристина, зельвай, копья кофе, даренька сам. Капучино. Капучино сделаем? Да? Да. Кристина сегодня пришла с экзамена. Экзамен сегодня сдавала государственный. Она же у нас в последнем классе учится. Кристина, сколько тебе еще экзаменов осталось? Еще один экзамен? Да. Да? Еще два? Да. Белка тоже кушает ягодки. Ну-ка дай ей прямо с руки. Дай ей. Да, ест. Ну надо же. А можно смородину? Я знаю, что нельзя виноград собакам. А смородину, наверное, можно, да? Ой, Кристина, тебе еще английский экзамен, да, будет? По-английскому? Эльмутс. Да, английский? Эльмутс. Театр. Что это за экзамен такой, театр? Я буду дать мне песенку дадут ей или фотографию, и она должна будет сделать сценический коллаж. Ничего себе, какие экзамены сейчас у детей. Ну ты сама выбрала, а? Я буду 20 минут поговорить, о том, что я буду делать. А, она говорит, я 20 минут должна буду проговорить, что я. Нормально же, как я сама буду воспелить, но это не работает, потому что это корона. А, говорит, из-за короны упрощенный экзамен. Она должна была сценку какую-то делать, но так как... Ага, и на один экзамен меньше им нужно в этом году сдавать, как выпускному классу. Она могла выбрать или сдавать ей немецкий язык, который для нее, естественно, неродной, или английский. Ну, английский она очень хорошо знает. Ну, немецкий тоже неплохо, но английском она чувствует себя увереннее. Вот, но она уже хорошо говорила по-английски, когда мы приехали в Германию. И сейчас она очень много общается на английском языке. У нее очень много друзей в Америке, в Англии. Ну, я имею в виду виртуальных друзей в наше время. В наше время такое, не такое, как было у нас в детстве. Вот, и поэтому она очень хорошо говорит на английском, пишет. Пишет, она даже пишет истории, рассказы на английском языке. Вот, я уже говорила, как-то она принимала участие в былые годы в школе. В этой известной олимпиаде немецкой. Может быть, кто живет в Германии, тот знает. А, ну, это, говорит, она международная, это олимпиада. И вот, и Кристина очень... Она говорит, по всей Тюринге она один раз выиграла третье место. И один раз четвертое место. 108 место по Германии. У нее было в олимпиаде. То есть, это очень хороший результат. Кто живет в Германии. А, она сейчас уже рвет. Научили на свою голову. А, те, которые упали, говорит Кристина. Ну, так она сейчас научится. Она говорит, она сейчас собирает только те, которые упали. А Кристина говорит, она слишком глупая, чтобы срывать веток. Я говорю, ну, так глупые, знаете, могут научиться. А, мы говорили о том, что дети мои оба хорошо очень по-английски говорят. Данил тоже занимал третье место в свое время. Ну, когда учился в средней школе. Так что, с языками у нас в семье все в порядке. У нас как хорошо голова работает. Единственное, что я уже, наверное, в том возрасте. Ну, по-немецки я очень хорошо понимаю, но сама плохо говорю. Даже не то, что плохо говорю. Я говорю с очень-очень большим акцентом по-немецки. И поэтому, ну, как. А так я понимаю, например, немецкую речь очень хорошо. И даже письменную речь я очень хорошо понимаю. То есть я могу даже книги читать. Только редко словарем пользуюсь. Так что это у нас семейный муж мой тоже знает много языков. Ну, помимо немецкого, английского, он по-русски немножечко говорит. И по-французски слегка. Вот так что. Я думаю, что это очень хорошо. Когда дети, когда люди знают много языков. Могут поговорить с другими людьми, с других стран. Но я думаю, что это еще очень хорошо мозги развивает. Вот. Знание языков. Кристина села на камешек. Ягодки. Ну, может, я с тобой присяду? Я присяду. И рядом со своей дочечкой. Дай-ка ягодку мне скушать. Кристина говорит, наверное, ей хватит уже. Она уже много съела. Ей, говорит, так понравилась ей черная смородина. Приветик. Снимаю уже на следующий день. Кусочек нашего кофепития с Кристиной, с моей дочкой. Вы видели в предыдущем ролике. Я вчера вечером еще позанималась немножко садовыми работами. Вот, посадила вот сюда, между кустиками мяты, герань. Вот эту розовую, с ярко-розовыми серединочками. Еще у меня есть два кустика роз. Вот эта желтая роза. Я пока ее поставила вот сюда, в этот горшок. Наверное, я сюда ее и посажу. Посмотрю еще. И есть у меня еще вот такая розочка. Розовая. А ее, наверное, я высажу вдоль дорожки подъездной. Вот у нас сегодня дождь. Погода изменилась. Ну, вчера чувствовалось, что денек был такой временами пасмурный. Немножечко парила. А сегодня у нас обещают целый день дождь. Ну, белке все равно. Она и под дождем гуляет спокойно. Ну, сегодня так прохладно. По сравнению с вчерашним днем. Вчера, наверное, градусов 25 было. А сегодня, наверное, ну, 18-19. Такая вот резкая перемена. Ой, трава и так уже выросла. Дождь очень высокая сейчас и еще выше станет. Ну, вот то, что я посадила вдоль дорожки, я покажу, наверное, попозже. Сейчас дождик. У меня еще лаванда даже не высажена, представляете? Ну, ничего. Посажу. Сейчас дождик пройдет. Займусь этим. Скорее всего. Я не знаю, какая погода у вас сейчас. Вашем населенном пункте. Ну, в любом случае, желаю вам всем хорошего настроения. У меня оно тоже хорошее, несмотря на погоду. Желаю всем счастья. А самое главное, конечно же, здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч в моих роликах. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok